Электробезопасность. Диафин предназначен для изучения курса технической безопасности в профессионально-технических училищах электротехнического профиля. Часть первая. Общие положения. Влияние тока на организм человека. Величина тока. Миллиампер. 0,5-1,5 соответствует зарядке телефона, смартфона. Начало ощущения. Легкое дрожание пальцев рук. Постоянный ток. Не ощущается. Величина тока. 2,3 А. Переменный ток. Сильное дрожание пальцев рук. Постоянный ток. Не ощущается. Величина тока. 5,7 мА. Переменный ток. Судорги рук. Постоянный ток. Ощущение нагрева. Зуд. Величина тока 8 мА. Руки с трудом можно оторвать от электродов. Сильные боли в пальцах, кистях рук и предплечьях. Усиление ощущения нагрева. 20-25 мА. Паралич рук. Еще большее усиление ощущения нагрева. Незначительное сокращение мышц. 50-80 мА. Паралич дыхания. Начало фибрилляции сердца. Сильное ощущение нагрева. Сокращение мышц рук. Судороги. 90-100 мА. Паралич дыхания. Паралич сердца. Условия поражения током в сетях с разными режимами нейтрали. Прикосновение к фазному проводу в сети с заземлением нейтрали. Прикосновение к фазному проводу в сети с изолированной нейтрали. При несовершенной изоляции и при замыкании на землю одной из фаз. Условия поражения током в сети с изолированной нейтрали. Двухполосные прикосновения к токоведущим частям. Однополосные прикосновения к токоведущим частям. Прикосновение не к токоведущим частям, оказавшимся под напряжением. Действие напряжения шага. Условия поражения током. При переходе с высшего напряжения на низшие. Слева при замыкании между обмотками трансформатора. Справа при питании от автотрансформатора. Классификация помещений по электробезопасности. 1. Помещения без повышенной опасности. Отсутствует условие, создающее повышенную опасность или особую опасность. 2. Помещения с повышенной опасностью. Характерны наличию одного из следующих условий сырости. Или проводящей пыли, так и проводящих полов. Металлических, земляных и т.д. Особо опасные помещения. Характеризуется наличием одного из следующих условий. 3. Особой сырости химической активной среды. 1. Временных двух или более условий повышенной опасности. 4. Повышение без повышенной опасности. Например, учебный класс, лаборатория. 5. Повышение с повышенной опасностью. Токарная мастерская, учебное помещение электросварщиков. 6. Особо опасные повышения. Цех строительного предприятия. 7. Свиноферма. Классификация электроустановок по напряжению. Электроустановки выше 1000 Вольт. 10.000 Вольт. Закрытое распределительное устройство. Открытое распределительное устройство справа. Электроустановки до 1000 Вольт. Кран-балка, двигатель циркулярной пилы. Установка для транспировки молока. Характеристика действующей электроустановки. Действующими электроустановками считаются такие установки, которые содержат в себе источники электроэнергии, химические и галлюминические полупровняковые элементы, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением аппаратуры. Основные требования обеспечения безопасности электроустановок. Первое пониженное напряжение. Второе – двойная изоляция. Третье – защитное разделение сетей. Четвертое – защитное заземление. Пятое – защитное зануление. Шестое – выравнивание потенциалов. Седьмое – защитное отключение. Восьмое – блокировки. Девятое – защитное ограждение, предупредительная сигнализация, плакаты. Десятое – защитные средства и приспособления. Первое – понижение напряжения. Схемы включения понижающих трансформаторов со вторичным напряжением 36 В и ниже. Слева – сети с заземленной нейтралью. Справа – сети с изолированной нейтралью. Трехвазная, однофазная, однофазная. Второе – двойная изоляция. Здесь представлена двойная изоляция рукоюткой аппарата. Третье – защитное разделение сетей. Принцип действия разделяющего трансформатора, представленного на слайде. Двойное замыкание в сети, питающиеся через разделяющий трансформатор. Четвертое – защитное заземление. Заземление электроустановок в сети с изолированной нейтралью при напряжении до 1000 В. Слева – отдельное заземление электроприемника. Справа – общее заземление электроприемника. К магистрали заземления каждого установка присоединяется отдельно. Внимание! Отдельно! Слева – правильно, справа – неправильно. Заземление корпусов электроаппаратов. Слева – схема с пробивным предохранителем. Справа – магистраль заземления. Защита от опасности перехода высшего напряжения на сторону низшего установка с перечным напряжением выше 1000 В. Слева – применение пробивного предохранителя. Справа – схема включения пробивного предохранителя. Защита от опасности перехода высшего напряжения на сторону низшего установка с перечным напряжением до 1000 В. Схема непрерывного контроля изоляции в сетях с изолированной нейтрали. Схема припора, позволяющего производить контроль. Пятое. Занулетник. Это защитное заземление в сетях напряжением до 1000 Вольт с глухозаземленной нейтралью источника питания. Слева такоприемник заземлен правильно, справа такоприемник заземлен неправильно. Схема зануления электроустановки напряжением 308 220 и 220 127 в сети с заземленной нейтралью. Допустимо зануление электроприемник с одновременным повторением заземления. Справа недопустимо зануление корпуса электроприемника в сети с изолированной нейтралью. Слева правильное расположение нулевого провода. Справа расположение нулевого провода над фазным опасно, опасно, опасно. Примеры заземления электроустановок. Заземление трансформаторов. Слева при заземлении нейтралью установка напряжения 308 220 и 220 7 Вольт. Справа при изолированной нейтралью со вторичным напряжением до 1000 Вольт. Схема заземления сварочного трансформатора. Заземление башенного крана. Заземление корпуса светильника. Включение ламповых патронов. Выравнивание потенциалов. Слева случай поражения током при отсутствии выравнивания потенциалов. Справа заземлитель с выравниванием потенциалов внутри контура. Защитное отключение. Схема устройства защитного отключения слева. Справа магнитный пускатель для электроинструмента с защитным отключением. Восьмое. Блокировка механический отмок ключевой блок-замок типа 1. Схема электрической блокировки двери электроустановки. Защитное ограждение, предупредительная сигнализация, предупредительные плакаты. Защитные средства и приспособления. Резиновые, коврики, электрические болты, электрические перчатки. Все нет токопроводящих элементов. Первая помощь пострадавшего от электрического тока. Первое. Освобождение пострадавшего от тока. Второе. Отключение установки. Третье. Перерубание проводов. Пятое. Отбрасывание провода изолирующей штангой деревянной доской. Можно производить оттаскивание за одеждой. Искусственное дыхание из рта-рота. Раскрытие гортани. Вдох-выдох. Наружный массаж сердца. Аппарат для искусственного дыхания. Конец первой части.